МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите у гэтым выпуском. Травмы на вытворшести стан справ у в области сёня разглядзели на посяжение облвыконкама. Китайский вектор Гомель наведывая делегация Нанкинского университета. Фарбы по лесу. Улическим районе пройшел Мастацкий пленэр. А зараз об гэтым и иншим больше подробязно. Новые подыходы у беларусской адукации. Сёня у Минску отбылся республиканский педсовет за делом президента Беларуси. Обмерковывались самые актуальные пытания развития Галины. Утым лику новые школьные подручники, повышение зарплат педагогов, правила приема УВНУ. Александр Лукашенко звернулся до удельников форума у самым початку. Он отзначил, что выступает за удосконаление системы адукации, а не ее ломку. Размова протягнулася в формате открытого микрофона. Протягиваем выпуск. Стан вытворчего травматизма на предприемствах региона, проанализованный сёння на посяжение облвыконкама. И хоть в сравнении с иншими областями у нас ситуация самая сприяльная, спиняться на досягнутых поспехах не стали. Урешті статистика 5 загинувших, больше 30 тяжко травмированных, примушая приймать додатковые меры. С подробностями. Олег Сентяров. Анализ причин вытворчего травматизму свечить на протягу опошних годов и ныне изменяются. Низкий узровень працовной дисциплины сбоку наймальников и работников, плюс недостатковая профилактичная работа по боротьбе с пьянством. Уживать алкоголь стали значно меньше, але полностью такие выпадки ящие не выключены. Наибольшие показальные зарегистрованы одним из предприемствов жилево-коммунальной господарки. Этот случай, значит, произошел с плотником ЖКХ. Ну и самое отягощающее, что этот случай произошел в пьяном виде. То есть алкоголь 3,3 промилля. Самая резонансная справа отбылась у компании «Дельта». На приконце мая у Пермском крае Российской Федерации пикап, який належил к этой организации, суткнулся за автобусом. Три белорусы закинули на место, и еще два тяжко поранены. Без этой статистики ситуация была бы больше оптомистичной. На посаджение обороконкама особливо подкресливается. На Агумишине активизовалась профилактичная работа, и это проносит становчие выники. В краине потребна твоя беспечная праца. Сегодня за пытание устворения беспечных умов на вытворчестве долучилась социальная реклама. Отповедная информация размещена на плакатах, баннерах и бигбордах. С початку года только семинаров по пытаниях актовы працы на Агумишине проведено коле 400 тысяч. Причем это уже не раннейшее посаджение деля справоздачности, а у первоважной большинства открытые размывы об реальной ситуации на предприятиях и шляхах в управлении недохопов. О агропромысловом комплексе «Напрыкот» провели некакий месячников беспеки працы. Як выник, колькость несчастных выпадков с тяжкими наступствами скоротилась у коленей о два с половой разы. Государственные инспекторы труда активно принимали участие в этом. Уровень тяжелого смертельного травматизма в отрасли сельского хозяйства, в том числе и коммунальной форме собственности, у нас намного снижен по сравнению с предыдущим годом. Ситуация у охранном секторе выкликает им больше значную увагу, что полевые работы сегодня знаходятся на постоянном контроле. На посаджение обравоконкам об этом так самой шла размова. Зараз на Агумишине практически завершена уборка сборжевых и начинается нарыхтовка кормов. Нарыхтовать есть, что теперь головное. Зарабить это максимально безопасно для самих работников. Если в целом в прошлом году урожайность была порядка 150-180 сантиметров в гектаре, сегодня мы уже видим 250-260 сантиметров. То есть урожайность в разы выше. Олег Синтеров, Валерий Габанько, телерадокомпания «Гомель». Старшиня мытных комитета Республики Беларусь Юрий Сянько сегодня наведал открытое акционерное товариство «Гомель.Буд.Материалы». Мета-визиту ознайомится с предприемством, которое активно экспортует продукцию и импортует сыровину для вытворшести. Так само отбылась осустреша с прационным коллективом. Под обязанностью материала Дмитрия Котова. На предприемстве «Гомель.Буд.Материалы» функционуют три основные цехи по вытворшести блоков зьячейстого бетона, силикатной цеглы и минеральных плитов. А пошний вид продукции корыстается наибольшь высоким повытом на внешних рынках. Все лето предприемство повеличило свою присутность у таких краинах, як Украина, Польша, Словения, Словакия, Италия и Румыния. В огольном объеме вытворшести доля экспорта «Амаль» – 70%. Это значительно больше, чем в минулом году. Тогда, до приклада до замежных спожилцов, поставлялась около 40% вырабляемой продукции. Мы выдерживаем конкуренцию. У нас есть все сертификаты, в том числе и сертификат так называемый СЕ по биорастворимости. Таких сертификатов, в принципе, не у всех и есть производители этот сертификат. Поэтому мы вполне конкурируем со своей продукцией на рынках Западной Европы. До того ж «Гомель.Буд.Материалы» – активный импортер. Для вытворшести тех же минеральных плитов – необходный базальт и каменновугольный кокс, яких у Беларуси нема. Сыровину набывают переважно в Украине. Торшиня Державного Мытного Комитета Юрий Сянько означает, в первом поугодии этого года в Волголе означается рост импорта на 20%. Экспорту взрос, прикладно, на такую жилишку. Однако складанность о работе мытни это не выкликало. На дворот час на оформление грузов скоротился. Это выник удосконаливания технологий. Мы не видим этой нагрузки чисто физически на своих сотрудников, по той причине, что на сегодняшний день за счет упрощений, определенных упрощений, за счет определенной автоматизации процессов, мы спокойно обработаем эти потоки. Здесь никакой абсолютно нагрузки мы не прочувствуем на сотрудников. Наша задача сегодня совместно с предприятиями смотреть, какие можно сделать еще действия, направленные на упрощение формальностей, связанных на оказание содействия по экспорту беларуской продукции. Старшиня Державного мытного комитета Республики Беларусь Юрий Сянько так само сустрелся с працованным коллективом предприемства «Гомельбудматериалы». Работники отримали отказы на пытании по оформлении мытных деклараций и перемещении товаров празмяжу. Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, отель радиокомпания «Гомель». С трогденным визитом на Гомельшине находится делегация с Китайской народной республики провинции Цзянцу. Это представники Нанкинского университета науки и технологии. Сегодня китайские гости наведали Гомельские державные университеты Мяфранциска-Скарыны. Профессоры Нанкинской и Гомельской ВНУ обмерковали этапы открытия Института Конфуция на базе ГДУ. Летость подчас официйного визита делегации Гомельской области у провинции Цзянцу было подписано погоднение об створении у Гомеля Международного института Конфуция. Его открытие заплановано на листопад этого года. Сегодня гомельские китайские коллеги вызначили на прамке выкладческой и науковой деятельности нового проекта. Проанализовали и парадок размиркования сродков, которые будут выдаткованы на обсталевание и техничное оснащение кабинетов. Что хоть на базе кабинета китайознавства, китайскую мову у ГДУ выучают больше, чем 100 студентов. Однако жадающих значительно больше. Открытие Института Конфуция допоможет повеличить, сколько студентов и школьников профильных гимназий. А кроме курсового выкладания мовы, на базе Института будет працовать и науково-доследшая лаборатория. У планах и навучание студентов ГДУ у Нангкинском университете. Капот им я не сами смогли выкладать китайскую мову. С развитием веществ Конфуция мы связываем восстановление более тесных связей международных, культурных и образовательных с университетами Китая. Я очень рад, что мы открываем кабинет в Гомельском государственном университете. Этот институт очень укрепит нашу дружбу и наше сотрудничество. Это очень важно для укрепления отношений между двумя университетами. Районные организации Гомельского областного отделения Белорусского фонда «Миру» начинают с правоздачную кампанию. Ее основная задача – провести грунтовный анализ деянности организации и показать ее роль у громадским жития региона. Наши корреспонденты наведали Рогачевский район. Рогачевская районная организация Белорусского фонда «Миру» начинает с правоздачную кампанию на Гомельщине, а тому и увага до конференции особливая. Увагу ли, фонд «Миру» уже не первый год вызначается своей активностью. Для простого перелешения проводимых акций спотребится не одна друкованная сторонка. Дарогами спаленных вёсок, маёй краине, славим человека працы, детям миру. А еще уроки можности, марши миру и акция «Солдатская каша», якая отрымала особливое расповсюджывание у Рогачевским районе. Тут же, что год, проходит и дитяши лагер дружбы «Крынишка». У гэтам годзе ён отбылся уже 25-й раз. Сустреца с давними сябрами из Настя Новых приехали подлетки с Гомельщины, Санкт-Петербурга, Курска, подчас провоздачной конференции дейныць гэтага лагера означали особлива, темболь, что дитяши дипломаты сё лето плануются надать особливую увагу. В преддверях Международного дня мира, вот 21 сентября мы будем праздновать, в этом году он у нас пройдет под девизом «Вместе во имя мира», ну а акцент особенный мы сделаем именно на детском миротворчестве. Как раз в этот день будет презентация книги «Дети за мир», авторами которой стали школьники всех школ Республики Беларусь. Сирот приоритетных задач Фонду Миру – пропаганда и реализация идей патриотизма и оказание допомоги потерпелым у вынеку военных конфликтов и стихийных бедствов. Гэта хоть и громадская организация, але потенциялы я зусім немалы. Инак ж кажуть, нельга. Падчас активных информационных войн необходны не просто зберахчы мир, але и зробить гэта при непосредном уделе ЖХР Украины. Участие каждого гражданина является делом чести каждого гражданина. Тем более, если говорить о том, что мы пострадавшая страна в годы Великой Отечественной войны, и для нас мир – это не просто слово. Оно наполнено глубоким смыслом, значимостью. Поэтому это, конечно, долг каждого гражданина – поучаствовать максимально в меру своих возможностей, естественно. Олег Сен-Сюрова, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокампания «Гумель» с Рогачевского района. Передать прыхажусь родного краю про зуластное баченней настрой. Этюды, які стварали мастаки на открытым областным пленэры «Фарбы по леся», маляуниче и экспрессивное. На творчым форуме да ужинёю у 9 дзён, что проходил у Лельчицкем районе, собралися 13 живописцев. Гэта педагоги школ мастацтва и выкладчики мастацкага коледжа. Выниками творчой працы подчекавилися корреспондэнты телеканала «Мазыр». Маляуниче в озеро у обрамлённі Чароту. Гарлачыкі, які хаваюць, едначасова упрыгожываюць частку водной рунядзі. І ўсё гэта на фоне вікавых дрэв. Сонячное святло, якое спрабуе прарвацца сквозь хмары, стварае контраст фарбаў і гульню теняў. Прырода зачаровая і натхняе, дае сілы і энергию. Кардинатор областного мастацкага пленэру Алена Зейбек кажа работа, створена ў таких маляуничых умовах, буде нести позитив і подымать настрой. У рамках проекта 13 творців-настаўнікаў приїхалі ў Лельшіскі район, каб захаваць природу родных окраў і обмяняцца в опытом. В процессе работы мы не только пишем этюды, мы общаемся много, даём мастер-классы. Здесь есть представители и более старшего поколения, и молодые художники, есть несколько учащихся академии, и уже люди, которые закончили давно академию. Поэтому проект очень интересный. Урожанец Лельшіскі района, а тепер Жихархродна, Миколай Бондарчук, отримав запрашэння прыняць удел у пленэры на малой родзіне і адмовіцца не змог, не глядзецца на загружэны графік. Каже, перадаць прыгажозь родных краўідуў, хоть і не і знайомыя да болю, не просто. Полесі сложна такая природа, потому что я и в Польші работав, и в Росіі работав, на Украине, в Одесі, на родзіне Репіна международный пленэр участвував, я очень много был. Но здесь очень сложная плоскость, і выбирать надо места интересные. А уголки, они как таинственные, где-то спрятаны, і вот нужно искать. Пленэр завершится выставай работ. А краме того, усе удельники отдадуть по два этюды с лельшіскіми краєвидами у фонд картинной галереи. Виктора Синицкая, Виктор Цырулик, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокампании «Гомель». У Гомеля открылся чемпионат Министерства внутренних справ Республіки Беларусь по стральбе стабільной зброї. Йон собрал 12 команд з усіх областей країны. У Гомеля приехали представники усіх структурных подразделеньев, а так само команды Могилёвського інститута і Академії Министерства внутренних справ. Пасляні протяглые врачистай частки открытия чемпионату, яго удельники усклали кветки допомника супрацовнікам милиции, захінувшим при виконанні службових обов'язків. Затым устралковым тір і управління внутренних справ розпочаліся з поборністви. На протягу двох дн. Одна їх частка буде проходять мінавіта тут, другая – на спеціально обсталяваннім полігоні у Рэшице. У програмі – стральба з пісталета Макарова і аутамата Калашнікова. Будуть уличватися худкость, трапнасть і докладнасть. Організаторы упевнені. Чемпіонат Министерства внутренних справ Республіки Беларусь по стральбі стабільної зброї, обов'язково продемонструє серйозну агняву і фізподрихтовку дзільників. Бо сюди приїхали ліпші з ліпших. П'яможця обласних етапів, багато з яких мають звання майстер спорту. Сустави сильніші, як показує практика. Результаты достаточно высокі. По результатам чемпіонатов МВД дано право представлять сотрудників при условію виповнення определенних нормативів к присвоенню звання мастер спорту Республіки Беларусь як у розділі пісталета, так і у розділі автомата Калашніка. Турнір являється мастерським, престижним і, собственно говоря, все стремяться показати то лучшее, к чому вони готовились. Гэта інша новинна ви можете знайсти на нашім сайті в інтернеці по адресі www.tvrgomil.by Далі і в ефірі «Спорты у нагляд». З новинами спорту вас познайоміць Максим Савін.